Привет! Поговорим сегодня про задачи на движение и про секретный метод решения таких задач. Разберем задачу с турнира городов, а в конце я скажу, на каких еще олимпиадах, и не только на олимпиадах, это может тебе пригодиться. Смотри до конца, решение будет очень красивым. И да, вам не показалось, я нарисовал оси координат. Мы будем решать задачу на движение в осях времени и расстояния. Понятно, что если нам говорят, что какой-то объект движется с постоянной скоростью, значит пройденное расстояние от времени зависит линейно, поэтому будем рисовать какую-то прямую. Итак, поехали рисовать. По шоссе в одну сторону движутся пешеход и велосипедист, в другую сторону телега и машина. Как это можно изобразить? Получается, если в одну сторону движутся, то мы можем рисовать прямую, которая идет с положительным коэффициентом. Условно говоря, вот шоссе в одну сторону, значит какие-то два графика идут вверх, а два других наоборот вниз. То есть мы здесь не пройденное расстояние измеряем, а именно расстояние до какой-то точки. И кстати, в теории оно может быть отрицательным, если мы оказались с другой стороны. Но я нижнюю часть задействовать не буду. Итак, что нам говорят. Все участники движутся с постоянными скоростями, каждый со своей. Велосипедист сначала обогнал пешехода. Вот с этого и будем рисовать. Вот пусть где-то здесь встретились велосипедист и пешеход. Напоминаю, что они движутся в одну сторону. Мы договорились, что туда. Ну и велосипедист обогнал, значит он едет быстрее. Поэтому вот это будет у меня велосипедист. Он будет беленьким. Пешехода давайте нарисуем другим цветом. Он у меня будет оранжевым. Он вяжется как-то вот так. И что нам говорят про велосипедиста. Сначала обогнал пешехода, потом через некоторое время встретил телегу, а потом еще через такое же время встретил машину. Что это означает? Нам говорят, что время, через которое происходили встречи, одинаковое. То есть если я вот здесь отмечу точку, в которой встретился велосипедист с телегой, а потом отмечу точку, в которой он встретился с машиной, то проекции этих отрезков на ось времени равны. Но на самом деле это автоматически означает, что сами отрезки тоже равны. Применяем геометрию за восьмой класс. То есть можем сразу отметить равные отрезки. Вот здесь произошла встреча велосипедиста и машины, здесь велосипедиста и телеги. Они уже будут двигаться в другую сторону, то есть их графики будут направлены вниз. Так, ну их я пока не рисую. Сейчас давайте изучать условия дальше. Машина сначала встретила велосипедиста, потом через некоторое время встретила пешехода, потом еще через такое же время обогнала телегу. Так, машина у нас проходит через вот эту точку. Давайте будем рисовать ее розовеньким. Значит, вот она как-то едет. Ну, тут не обязательно рисовать так, что машина быстрее велосипедиста. Я это не буду тут как-то соблюдать. Да и кто его знает, может машина просто очень медленно едет. Вот, значит, машина. Давайте подпишем. А это у нас, кстати, пешеход. Она сначала встретила велосипедиста, через некоторое время встретила пешехода, а потом через такое же время обогнала телегу. Ну, соответственно, опять же, отрезки между встречами машины велосипедиста, машины пешехода и машины пешехода и машины телеги равны. То есть вот такие отрезочки получаются равны. Так, а вот здесь, получается, машина встретила телегу. То есть мы уже знаем две точки, через которые проходит график движения телеги. Вот здесь она встретилась с велосипедистом И вот здесь встретилась с машиной. Ну, соответственно, проводим просто прямую через эти две точки. Вот так у нас едет телега. Телега. Так, и давайте смотреть, что же нас спрашивают. Про машину условия мы посмотрели. Велосипедист обогнал пешехода в 10 часов. Значит, вот это произошло в 10 часов. А пешеход встретил машину в 11 часов. Пешеход встретил машину, это вот здесь произошло, в 11 часов. Так. Когда пешеход встретил телегу? Пешеход и телега — это вот эта точка. То есть нас интересует время этой точки. Ну, а теперь давайте я подожду 5 секунд, вы посмотрите на эту картинку и скажете «Ого! Ничего себе! Что у нас тут получилось?» Ну, если я проведу до конца линии треугольника, вот у меня образовался треугольничек, и в нем проведены две медианы. Значит, это точка пересечения медиан, и она медиану делит в отношении 2 к 1, считая от вершины. То есть это вот 2 — это единичка. Ну и проекции также соотносятся. То есть, когда мы спроецировали вот эту точку, эти отрезки делятся в отношении 2 к 1. Делим час в отношении 2 к 1, получаем 40 минут к 20 минутам. Значит, эта точка — это 10 часов 40 минут. Все, задача решена. Вот такую красоту иногда можно придумать. И, кстати, обратите внимание, что в задаче так мало данных, что если вы начнете решать ее с помощью уравнений, вводить время, скорости для всех участников движения, ну, наверное, решите, но это сколько у вас будет переменных, и как вам нужно будет в этом не запутаться. Так что вот такой метод нужно знать и, конечно, немножко поупражняться. Кстати, у нас на курсах, естественно, мы это делаем. Обещал в конце сказать про то, где может пригодиться эта задача. Если мы говорим про Олимпиады, то такое любят давать на всяких ПВГ ломоносовых. Так что, если готовитесь к Олимпиадам первого уровня, обязательно нужно знать этот метод. А еще помимо Олимпиад, такие задачи дают на ДВИ, дополнительных вступительных испытаниях в МГУ. Поэтому кто нацелился поступать в МГУ, кто будет писать ДВИ по математике, изучайте этот метод. Ну и, конечно, скоро мы анонсируем курсы подготовки к ДВИ. Сразу после курсов ЕГЭ. И также в самом конце, ребят, напоминаю, что завтра у нас в Школково огромный стрим. 30 апреля в 14.00. Приходите в онлайн. Мы будем пытаться делать щелчок бесплатным. Здесь многие Олимпиадники, поэтому, наверное, с математикой больших проблем быть не должно. Но, напоминаю, у нас куча предметов. Русский вам сдавать, инфу, физику. В общем, приходите. Завтра я тоже буду на стриме. Будет какое-то интересное, крутое мероприятие. В описании оставлю ссылочку на этот стрим. До встречи завтра в 14.00. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok